А много ль корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Помните, да, историю в красках, в нашем мультфильме? Но мы сегодня не о коровах будем говорить, мы о козах будем вести беседу. Вот эти замечательные козочки, и бытность их, и эта не бытность коров. Идеальные условия, отличное место. Здесь они в абсолютной безопасности от самых мелких выредителей, коих в наших степях пруд-пруди, то и здесь нет клещей вообще. Выкормка идеальная, сено, изумительное зимой, овес, место для прогулы есть, ну как, как? К слову о покрове, да, к ним привезли лучшего козла изо всего союза. Они родили козлят. Ну чем это не радость-то? Вот только козлята, в отличие от наших детишек, сразу умеют кормиться и ножки есть. Но для вас и мы вам представляем козлиное молоко. О как! И в общем-то, почитав историю, можно сказать, козье молоко однозначно лучше коровьего. Жиры и соли в большем количестве здесь представлены. Оно не прокисает, как коровье. И по сути, это лучший продукт для детей, у которых маминого молока маловато или ее просто нет. К слову, это молоко проверено, и его не надо кипятить. Просто пейте и получайте больше удовольствия. А попробовать его можно, и вот вам тот самый телефон. Телефон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова